всем привет от художников привезли нам вот это вот изделие будущий макет вот он пламя нарисовал вокруг буду сейчас мне предстоит сделать эти самые языки из листа будут пользоваться и обрезки убирал попробую исполнить это все в холодном виде что получится здесь должно все получится в принципе типа холодная ковка тире чеканка все вместе короче говоря вот я уже набросал не подкинет первый след этот самый язычок так сказать сейчас вырублю попробую как все пойдет а дальше увидите делаешь делаю эскиз завершение забора скажем так окончании забора ограждение над забором такая у тем как а там ничего не видно там себе на заказчик попросил там из крепича выложена кладка и столбы вот так наверное над этой кладкой нужно сделать ковку вот сейчас рисую в общем он сидит когда к нему муза прилетит он весь в ожидании тела мы до обеда уже тут одобрили сейчас андрей владимирович макет делает я рисую и второй заказ все тут подогняли тоже буду рисовать считать пока у меня художественный план и математический все пошли к андрея владимирович сейчас буду выколачивать вот здесь вот на ковале используя вот этот инструмент называется складной инструмент для наковальни здесь разные профиля я буду использовать их по мере необходимости тот или иной данном случае вот здесь сейчас нужно сделать такой объем этому языку вот я его убиваю сейчас пробью вот таким образом вот этому контуру посмотрим что получится металл это полтора миллиметра толщиной обрезь у нас используем обрезь естественно до выэкономить вот как то вот так вот пока получается сейчас эту сторону буду в другую выбивать это пробный лист первый если понравится будут такой манере и дальше исполнять если нет придумывающих металл мягкий работа идет заодно и фактура появляется вот сейчас на роге еще под подогнул чтобы она загибла такой напоминает завикление вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как-то вот так получилось. Вот еще начало, посмотрим, что будет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, чистой воды импровизация. В этом есть своя прелесть. Не надо придерживаться точного рисунка. Вот. В итоге получится все, как нам надо. Нарисовано, конечно, здесь много деталей различных. Художник тоже, конечно, нарисовал, чутка переборщил. Ну, будем придерживаться его эскизов, но все же, исходя из наших возможностей, из возможностей этого металла и моих рук. Вот так будет где-то. Вот в этом месте еще кольцо с варганием. Вот. И на этом кольце будет собираться вообще все пламя. Здравствуйте, друзья! Вот начинаем сегодняшний день с темы. Вчерашний Андрей Владимирович вам показывал, как уже тут он модернизирует арт-объект, макет. Потому что заказчик пришел, там переиграл маленько, налетку всегда с художниками пообщался. Пламя делает внизу, а вот здесь, мы в прошлый раз вам говорили, что будет сокол сидеть. Вот это как вселенная получается у нас. Вот это вот планета наша, да? Вот это вот кресты новгородские, наверху крест новгородский, и на нем, на все вершине сидит сокол. Пояснять ничего не буду. Антоха, привет! Значит, Владимир там скинул нам, говорит, но я еще не смотрел концепцию, что он там пояснял. У него есть свои аргументы весомые. И маленько, как бы он мне когда говорил, что я представлял презентацию вот этого макета, он мне так сказал, я что-то не уловил, что-то не так передал вам. Поэтому лучше я потом по написанному, либо сам Владимир все пояснит, как должна быть концепция. Вообще, это у него, идея, это символ родов. Вот, так что тут не такое, что это получается, ради заключенных все это сделано, ради репрессий. Это совсем другая концепция. Ну, он сам пояснит, я не буду тут влезть и в эти дебри. Ну, вот такой макет. Это вот у нас Шабалина Елена слепила такого сокола замечательного, просто обалденный. А сегодня продолжаем эту тему. Андрей Владимирович делает пламя. Ну, я, может, что-то там доделаю, переделаю. Вот, переделаю, что? Управление колоколом. Значит, Владимир сначала сказал, что оно вот такое должно быть. Вот, я переспросил, точно такое? Точно такое есть в России? Оказалось, что надо переделывать. Уже не такой будет концепция, а вот такая за ручку будет тянуть. Называется отчипной способ. Отчипной это как бы механизм, молот, колокол. Он единственный остался у нас в России, я не помню, где он сказал. То ли в Новгородской области, то ли еще где-то. Врать не буду, извините. Вот, в общем, мы переделаем маленько эту макет. В общем, тут ситуация какая, когда люди что-то придумывают, допустим, вот как арт-объект, да, Павел Григорьевич? Всегда, то есть сначала рождается рисунок, какая-то идея. То есть их, как правило, несколько. Потом необходимо изготовить макет, и по ходу макета бывает постоянно что-то меняется. Да, он нам, да, уже 10 раз все поменял. Все меняется просто, Павел Григорьевич говорит, точно так делать? Он говорит, точно. Через неделю приезжает, говорит, концепция поменялась, опять заново все. И вот это вот сейчас голопом по Европам, то есть собирается все, постоянно какие-то новые мысли. Но я думаю, что на протяжении месяца борьба закончится с арт-объектом. Да, он в поиске, он не так, что у него там готово. У него была вроде бы готова, он раз нам представил концепцию, мы, ну ладно, одобрили, начали делать. Он взял, поменял. И вы нам что-то пишете? Нехороший человек. Вы нам что-то пишете, мы ему передаем, допустим, информацию, он начинает тоже задумываться. Ну да, да. То есть это тоже ведь такая... Тока написал там много, мы ему передали. Многие, кто из вас пишет, мы все передаем, он, конечно, не все прочитал, но мы заставили его, значит, посмотреть и сделать какие-то свои комментарии, свои резюме, пересмыслить что-то в том числе. Ну вот пока вот так вот. Да, да, и сейчас еще один момент. Все вы знаете, что мы с поталию работаем, не с позолотой, а вот именно с поталию. И там есть вот такой шилачный лак. Сейчас вот так вот сокол отодвину. То есть вот такая бутылочка 100 мл, так и называется шилачный лак, он для покрытия, используется для покрывной, для покрывной защитный лак, для золочения потали золотой крошки, разводится спиртом. Вот, мы провели эксперимент. Спиртом? Да, у нас спиртом, да. Спиртом. Спиртом. Вот, мы провели эксперимент, мы же постоянно что-то делаем. Я говорю, ребятам, давайте просто так металл зачистим и попробуем покрыть. Ну, скульптурку какую-то мы делаем, да. Да, и сейчас в результате, получается, мы все художественные... Да не все, не все, но... Ну, не все новополии, которые именно подходят. Когда подходит к этому, да, он дает глубину какую-то, ну, он другой. Это не блестящий лак и не матовый лак, это другой. Интересный получается. Ну, он реально красивый. То есть мы розу покрывали, помните, Андрей Владимирович, розу цернокованную ковал. Я ребятам даже не дал ее зачищать, а просто покрыл ее лаком. Она такая вот, сейчас у меня дома остынет, она такая черная и синяя какая-то. Вот такой цвет, вы ничем его не добьетесь. И большую часть вот своих художественных вещей я тоже покрываю шелочным лаком. Это если кому-то надо длина вооружения. Да мы все сейчас, ну, не все, но какие-то классные вещи тоже покрываем. Маленькие. Маленькие, ну, да. Не, ну, если можно, и большую какую-то часы покрываем им, там, что-то еще, то есть им, то есть... Ну, тут опять же 100 миллилитров, то есть 270 рублей, конечно, дороговато, но... Поэтому и не все покрываем чуть-чуть только. Ну, так, хочется иногда что-то новое сделать. Вот, отойти от обычных устоев. Ну, поменяли, да и все. Да, вот если кому-то надо, то есть можете делать. Ну, вот такой у нас рабочий день. Кратенько, как-то так, продолжаем работать. Да, пока рисую, договариваюсь с заказчиками. Вчера отправил, понравилось, но цена пока молчит. В рот воды набрал. Сейчас второму рисую. Вот, сейчас буду отправлять тоже цены, говорить примерно. Так, посмотрим. Павел Григорьевич и Муза, они два дня совместно работают. Ну, что ты, как-то Муза его не шибко я знаю. Да, нормально. Нормально сегодня? Не улетел? Нет. Это хорошо. Пойду я Музу искать его. Нормально. Так, вот сделаем сейчас вот мы вал, на котором будет висеть колокол. Значит, заказчик говорит, давай сделаем, переиграем. Опять же, переиграем по-другому. Сделали и железный, вместо фарфорового. Значит, вот тут, в этом месте, вот у нас получается, было, я вот так вот сделал. Вот, раз. А он говорит, сделай мне еще, чтобы она была вот такая вот. Начал делать вот эту вот юбочку вот здесь вот прямую. Блин, у меня вот эта талия стала толстая. Короче, блин, этот заказчик уже, уже. Володя. Пи-пи-пи. Володенька. Пи-пи-пи. Да, надо переделать. А вот и сейчас небольшая хитрость. Значит, забивая вот эти фланчики, которые будут на валу, на котором будет опять же вот этот колокол. В хитрость в чем? Гвоздики, во-первых, надо покороче, чтобы не разбить. Либо надо засверливаться. Во-вторых, или самое главное, гвоздики меня научили давным-давно, но будучи уже взрослым. Вот этот, я не знаю, видно, нет? Его ставишь на железное, допустим, где тут на камере видно? А, в этом месте видно вроде бы. И вот так вот по острому концу стукнешь пару раз, чтобы оно затупилось. Когда конец тупой, он никогда не раздвинет волокна на деревяшке. Он будет их прорубать. И как бы не раздвигая волокна, а продырявливая. Вот. Поэтому, чтобы не раскололо у вас в краешке где-то, нужно вот эти вот торцы, чтобы были тупые. А не острые. Вот и вся хитрость. Молодец, Павел Григорьевич. Сам знаю. Сейчас мы посмотрим, что у него получится. Да. С одной стороны я уже забил. Малюсенькие, пальцы больше, чем гвозди, блин. Главное, чтобы им пошло-то туда, куда надо. Во. Так. Кстати, один гвоздик. Нет, не потерял. Ну, потерял. Игорьич думал, у меня опять-то куда-то его делал. Да, конечно, тут гвоздики такие, это, с волосок. Ну, так вот, придумал тоже. Все время что-нибудь придумает, что-нибудь усложнит нам жизнь. Этот, Володенька. Вот и все. Смотри-ка, не сломал. Да. Вот и получилась такая штучка у нас интересная. У них. Да. У ихних. Ну, в общем, у тех. Да-да-да, у меня дочь. Какие ихние? Я говорю, да нет ихние. Ну, вот тут будет такой хомутик. Да. И вот он будет колокол вот этот держать. Дин-дин-дин-дин-дин. Будем за него вот так вот вращать. И он будет брякать. Все, делаем дальше, двигаемся. Ну, вот закончили макет. Практически все готово. Осталось вот это только утвердить у заказчика. Ну, в принципе, все утвердить. Вот пламя Андрей Владимирович сделал. Офигенное. Вот так вот оно у нас съемное. Ну, покрути его, Пал Григорьевич. Да, можно вот так вот повертеть, посмотреть. Они скажут, как надо. Вот тут вот начеканили, значит, языки пламени. Он сказал, что отверстие будет потом в этой, в арт-объекте. И там будет какая-то подсветка, и как языки пламени здесь. Ну, зубильцем прошли, контур создали. Вот это все вот готово. Вот это вот отдельно, вот такой вариант с соколом. Ты покрути его на 90 градусов. Да. На, пожалуйста. Вот такой вот. Вот такой вариант. Сейчас я подержу. Андрюха, давай. Механизм этот, да. Вот. Вот это отчетное устройство. Ну, по крайней мере, нам Владимир так рассказал. Вот, используемое раньше на Руси, и сейчас оно существует в каком-то там, в одном месте сохранилось. Значит, то еще могу сказать. Надо еще вторую. А вон оно, вон второй вариант. Владимир так меняем. Этот один мой вариант будет, он сказал. Вот, вот такая штука. Вот это другой вариант. И вот этот сокол тоже снимается, он здесь вот на проволочинках сделан. Вот такие сюда просверлили, по проволочинке его сюда вставляется, и тут тоже сокол сидит. Это второй вариант. Но я сейчас снимать не буду, боюсь, что, мало ли, он тут пластилин все-таки пока перевозится, туда-сюда он мнется, потом что-нибудь деформируется. Вот такая история получилась. Ну, вот такая вот у нас неделя. А я сейчас поближе все сниму, чтобы на фотографиях лучше будет все видно, потому что тут все равно издалека. Как-то так. Да, масштаб 1 к 5, повторяюсь. Да, но это еще не завершенный, потому что тут возни еще много. Это пока нам что, нам поставили задачу, мы ее выполнили. А дальше он уже будет решать, может опять что-то переделать. Ну все, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok